Спонсор показа интернет-магазин Антиквар 32. Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе трейд-ин. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Восточную Пруссию, Калининградская область, Кёнисберг, в скобках было написано. Немцам много мертвых было, валялись по огородам везде и всюду. Посуда немецкая, чашки, чайники, тарелки. Писали на обоих, на немецких. Не было бумаги. Солдаты чистили его, а даже оттуда танк вытащили. Пахали мы вручную. Друзья, всем привет! Вы на канале Рыболов-Копатель. Сегодня я в гостях у своей бабушки Киреевой Тамары Петровны. Пришел ее проведать и заодно заснять историю. Она является ребенком войны. К тому же их семья по вербовке приехала в 46-м году в Калининградскую область. Как первые переселенцы. Я думаю, вам будет интересно это послушать. На моем канале уже есть одно видео, где бабушка рассказывает про войну. Я на него добавил субтитры. Так что переходите, кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. Там много интересной информации из уст человека, который все это пережил. Прошел через это самолично. Так что обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании и в подсказках сверху. Вот. Ну а сегодня новые истории от бабушки Томы. Погнали! Война принесла очень много горя. Когда мы приехали в деревню после войны, Домов не было. Все дома сгорели. Одни трубы русские от печки торчали. Вот. Наступил сильный голод. Очень голод давали. Очень. Даже если лошадь сдохнет мертвую. Делили по кусочкам. Это какой год? В 45-м году? Да. В 45-м году. Мама думала, что в Голоде родители живы. Поехала и там нет. Бомба упала в дом. Все погибли. Дед, и бабушка, и невеста. Все погибли. Вот. И тогда вот этот голод мы отекали так сильно. Соли не было. И вот помню хорошо, нашли бочку с подсоли. Эту бочку разделили по кусочкам. Всем дали. Чтобы только воды соленой этой попить. Дети пухли. Вот такие дела были. Очень тяжелый год. И мама собрала нас. Услышала, что идет верболка. И поехали в Жукуку. Зашли на вокзал. Там объявление висит. Верболка. Восточную Пруссию. Калининградская область. Кенисберг в скобках было написано. Вот. Очередь стояла. Записывались. И мама тогда встала в очередь. Мы стояли там долго. Записались. Нам дали срок 3 дня собраться. Мама собрала там какие узелочки. Пришли на вокзал. И поехали в Калининградскую область. В Калининградскую область привезли нас в Гусеву. В Гусеве там распределяли по сельским советам. И нас распределили по Кровский сельский совет. Деревня Еловая. Колхоз Путь Ленина. И мы там остались. Там были еще немецкие дома. Немцам много мертвых было. Валялись по огородам везде. Солдаты за ночь все убрали. Мины прошли проверили. И в дом мы не ходили в этот. Нам дали пол дома. И с соседями. И с соседей с другой стороны. Мы ночевали на улице. Утром посмотрели дом. Нормальные комнаты. Там, наверное, жили и наши солдаты после войны, кажется. Это печка стояла в доме. Маленькая, обделанная плиткой. Немцы еще, наверное, делали. Мама зажезла, горит. В другой комнате плита была. Тоже немецкая плита. Обделана так красиво. С духовкой. Ну и все. Так как... Сколько комнат в вашей половине было, получается? Две комнаты. Наверху комната. И кладовка. И так мы стали убирать. Мама отклеила обои. Там столько клопов было. Ужас. И все посодрало. Бедная. Помогала я там, как могла. И все вычистили. Перешли. И спать не на чем, ничего. На полу просто спали. Мама печку протопит и спали. Был огород. В огороде пошли. Я провалилась в яму. Во дворе, да? Да, во дворе. И шла, и шла. Наступила такая изгородь была. И я провалилась туда. Мама испугалась. Эти доски отодвинула. Вытащила. Там выворка такая большая-большая. Посуда была. Посуда немецкая. Чашки, чайники, тарелки. Мраморная. Фарфорная. Фарфорная. Ага. И значит, она вытащила. Созвала всех соседей. Себе взяла чайник и две тарелки. Остальную посуду всем раздала понемножку. Всем отдала. Соседи рады так были. Целовали меня, что я провалилась в эту яму. Раздали посуду эту. Ну, так ходили по огородам. Беседка большая на огороде. В беседку зашли. Ой, братик залез на этот столик. А я за ним пошла. И провалилась опять в ямку. Такая глубокая-глубокая. Мама еле достала. У меня ноги все грязные. А там стояла бочка или с крахмалом, или с мукой. С чем-то было там такое. Мама посмотрела, посмотрела. Говорит, давай закопали эту яму. И так мы огород проверили. Еще даже были, наверное, немцы сожрали. Или кто помидоров ко мне. Камни были. И там земля между камнями. И смотрят, помидорчики выросли. Вот. Ну, так нам дали, как отец погиб. Привезли, распределили продукты. Паёк давали на две недели. Чтоб это не голосовали. И маме дали мешок муки. Привезли две курочки петушка. И маленькую телочку. Отец твой был, получается, командир партизанского... Партизанского отряда, да. У него три медали было дали за время войны ему. Хоронили, когда нас подвели прощаться. И брат за эти медальки держался. Отряд приходил, его хоронил. Вот. И похоронили его там же. Ну, говорят, там памятник стоит. Мама ездила потом, дядя Федя нас нашел. Мама ездила туда, в Калининградской области. Ну, могилка, где похоронена она стояла. Вот. И говорят, в Косилове, в самом центре памятник сделан. Там, которые погибли партизаны. Братская могила. Братская могила, да. Но туда они не попали. Приехали домой, денег мало было. Колхоз образовался. Мама записалась в колхоз работать. Садиков еще не было. Школу открыли. Я пошла сразу во второй класс. Буквы знала чуть-чуть. И меня зачислили во второй класс. И я с братом ходила в школу. Не с кем его оставлять было. А он с сорокого года, ему было пять лет шестой. Вот его проведу в класс. Сначала учителя ворчали, а потом молчал учитель. Иван Никонорыч. Ну, садись на заднюю парту. На брата. Я ему достаю. Питание там сделала. Он сидит. Мы учимся. Книжек мало было. Одна книжка на пять человек. Чернила. Разводили какую-то дрянь. Только чтобы писать. Ручки дали нам с пером. Писали на обоих. На немецких. Не было бумаги. Но потом со временем все попривезли. Около школы было хорошее озеро. Очень хорошее. Глубокое. Цвет воды такой голубой. Солдаты чистили его. А даже оттуда танк вытащили. Вот мы ходили, даже купались там. Мылися. Мыться в нюде было. Поведет мама там. Помоет на берегу. И все. Одежу высушит. Это озеро, которое в селе Еловое. Да. Озеро на немецком языке Танн называлось. Азея называлась деревня на немецком языке. Там еще в 46-м были немцы работали. Солдаты их, которые забрали их в плен, они в лесу. Был кордон. И там, как типа пилорамы, там было солдаты стояли. Там дома даже стояли в лесу. Солдаты жили. Это за селом лес, который... А в 47-м пришел приказ выселить всех немцев. Всех их выселили. Там даже девушки русские, которые были, дружили с немцами. Но все разъединили. И немцев всех выгнали. Принудительно заставили покинуть область. Покинуть область. И так остались. Но солдаты помогали на полях. На этот. Нам выделили огород. Пахали мы вручную. Собирались четыре человека. Тянули плуг. Пятый за плуг держался. Копали так землю. Нечем было. Лошадей было мало. В колхозе работали. В колхозе землю копали лошади. Вот так мы и жили. Ну вот в квартире мы все вычистили. Мама вычистила все обои. Стало чисто. У немцев стояла печка хорошая. Топила мама досочек. Набрала, протопила даже печку. Во второй комнате плита хорошая была. Нам варила муковню из муки. Делала, заваривала. И мы ели эту муковню без соли. Ели соли еще не было. На втором этаже у немцев была коптильня. Где они коптили мясо. И были много материалов. Там и тюлеебразные материалы. И все. Потом мы выбирали там все. Которое можно было приспособить. И комната там была хорошая. Обделано было. Обоями сделано. Очень красиво. И стоял станок большой для оглашки белья. Такой вот крутишь за ручку. Кладываешь туда белье. Крутишь и оно выкручивается. Пропускается через валы. Пропускается через валы. И оно гладится. Очень сильно. Даже все соседи приходили. Там смотрели в этот дом. В подвале все было аккуратно сделано. Холодный подвал. Очень красиво сделан. Засыпали. Стояли бутылки такие белые. В бутылках какое-то или вино, или чего. Там не смотрели, выгружали их. С пробкой такой. Закрывается, открывается. Такая металлическая какая-то. Много этих бутылок вывозили. А подвал, вход в подвал из дома был? Из дома, с коридора. С коридора. Высокий подвал? Высокий, высокий. Идешь лестница на второй этаж. И под лестницей идешь в подвал. В подвале хороший. Окошечки маленькие открывались. Потом соседи там, когда принес огурцов снимали. Сажали огурцы. И под осень солили в бочках. Вот 50 литров бочка. Засыпали все туда огурцы. Солили. И ели эти соленые огурцы. Приходили люди, брали. Кому надо. И ели. Подвал очень хороший. Сарай был. В сарае были кормушки. И солдаты, когда приходили, убирали там. Траву укосили, все такое. И солдата, несколько солдат. Мама сдавала им эту комнату. Они были в комнате. А лошади были в сарае. А теленочку мы в другой сарай переносили. А лошади это солдатские? От солдатские, да. Они ездили. С кордона приезжали на лошадях. Приносили в сумках овес лошадям на ночь. А ночью они работали по полям. Мины искали. Так это солдаты немецкие были? Наши. Наши, да? Наши. Вот. И бывало, маме насыпят этого овса. И вот мама наварит нам овса. Вода от овса такая скользкая. И нас спалило. Когда пошли на огород. Вот я тебе рассказывала, как самый помидор даже немецкий рост. И я в ямы выйти падала. А на берегу лежали трупы немцев. Канава была у нас в огороде большая. Мостик через канавку был от озера. И немцы лежали. И в соседей там на огороде немцы мертвые лежали. Но за ночь солдаты всех повывезли. Всех убрали. Трупы все убрали. Но мы ходили, смотрели. В общем, вся военная техника была нашими солдатами увезена в лес. Там стояли наши отряды. Даже были построены в лесу дома. Кордон был сделан, пилорама там работала. И нас заставляли... Даже у подростков таких. Я еще была маленькая. Сколько мне было там? Десять лет. А побольше, которые чистили, давали солдаты лопатки. И чистили вот дорога в нем, борщатка хорошая, крепкая. И вокруг этой дороги чистили глубокие канавы. Когда дождь идет, чтобы стекала вода по канавам по этим. И далеко в лес ходили. А летом наши рабочие после работы ходили за грибами в лес. И однажды пошли, и мама пошла. Там были ягоды какие-то были. Собирали ягоды. И попали, солдаты их поймали. На пункт привели, нельзя здесь ходить. Вот, и они смотрели там у солдат, как построены эти дома. Там орудия были такие, знаешь. Вот стоит лес, лес отходит, деревья. И оттуда вылезает танк какой-то. Вот, и туда не разлешали. Входа не было, никто не ходил туда. И нас проторчала мама до поздна. Еле отпустили. Отпустила. А эти здания в лесу, это, соответственно, еще немцами были построены. Да, кордон там был построен, назывался кордон. Там и мебель была. Когда нас дядя отыскал, дядя у нас, мамин брат, был разведчик. Болгария, Румыния, он у разведки был. И когда он нас разыскал, и к нам приехал. А когда он приехал, вот он встал на кордоне, стали разрешали мебель старую брать. И вот он нам привез шкаф, привез кровать, привез стол. А так нам нечего было. И вот мы за этим столом, я всегда делала эти уроки. И братик сидел за этим столом. И так обживались потихоньку, жили. Солдаты помогали, колхозу помогали. Там, что-нибудь делать помогали. Привозили материалы, пиломатериалы привозили. Доски привозили, где ремонтировали. Вот. Солдаты долго там были, на этом кордоне. А потом тишина наступила. Мирная жизнь. Уже жизнь более-менее устаканилась. Да, в 1947-1948 год уже мирно было, нормально было. Клубы открылись. С Гусева приезжал духовой оркестр. Были. И вот мы ходили, фильмы привозили. Клуб открыли. Большой такой клуб, дом. Убрали все, большой-большой. И билеты стали продавать. И нас денег не было. Нас ставим кирпичей в окошко. И смотрели в окошко фильмы. Не пускали нас туда. Денежки надо. А денежек не было. Ну, так и жили потихоньку. В Елово им была школа, хорошая школа. Я закончила там 4 класса. И перевели в Приозерное. Покровский сельский совет. Еще село там приозерное было. Там была семилетка. И мы туда ходили. Полтора километра надо было ходить. Вот бывало, мама мне нальет молочка в бутылочку. Кусочек хлебушка. Сшила мне сумку такую. ТПО выбила. Тамара Петровна Орлова. Я через плечо. И ходила туда в школу. Семилетку кончала. Семилетку закончила с отличием. И поступила в техникум в Гусеве сельскохозяйственной бухгалтерское отделение. Без экзаменов приняли. Так как я была отличница. Вот. В техникуме было много. Из Белоруссии люди приезжали. Девчонки. Там было общежитие. Но 12 километров от Илового. Далеко Гусев. И вот я на субботы приезжала. Мама мне отварит картошки в мундирах. Три литра молока. Кислого или какого. Я беру, приезжаю в общежитие. Один же не будешь кушать. Вставлю на стол. Вокруг стола все садятся. Картошку эту моментально съедают. Молоко это все выпивают. И мы голодуем. С техникума приспособились идти разружать вагоны. Приходили вагоны с кирпичом, с песком. Привозили для строительства. И мы разружали вагоны. А когда вагоны разрузишь, бесплатное питание было в столовой. Бесплатный хлеб. Сделан прямо в таких чашках. Порезаны кусочки хлеба. Много-много. И мы приходили, этот хлеб ели. И четыре копейки стоил стакан чая. Четыре копейки. Стакан чая берешь этот, припиваешь немножко. Хлеба этого нажрешься. Приходишь в общежитие, спишь. До субботы. А в субботу опять к маме ездила. Вот. Потом нам стали денежки выдавать. Стипендию, да, выделили пять рублей на старых деньгах. Пять рублей, представляешь? Вот. И я эти денежки привозила маме, чтобы налог оплатить. А маме, мама нашла на чердаке машинку немецкую, швейную, зимхерскую. Вот эту машинку отремонтировала. Отремонтировали. Она стала шить. Она шила бурки на зиму. Уголоши одевали, бурки такие, простеганные. Шила телогрейки, шила курточки. И мне курточку сшила. Даже такие лыжинки сшила. На фотокарке где-то есть, в этой лыжинке. И так стала собирать соскутиков, платьиться мне. И так мы стали жить нормально. Техникум. Я за последний раз госэкзамены должны быть. Вот. И мама крепко заболела. Очень крепко заболела. Неходячая. И мне пришлось уйти из техникума. Я не закончила техникум. Приезжали потом преподаватели. Просили. А не было на академической, чтобы отправить. Этого не было. Если не учишься, значит, дали мне документ, что я закончила без госэкзамена. Ой. И стала я дома. Доила корову. Кормила поросят, кур, плиту топила. Все сама делала. Все сама. Чтобы мама вылечила. Паре кипятило молочко. Ей давала молочка. Вот. Приходила врачиха. Смотрели ее. У нее внутренности что-то болели. Сильно болели. Но потом она поднялась чуть-чуть. Ой. И вот эта корова, зорька наша. Когда мама пришла ее в сарай заедить, она вышла из сараи и стала на маму рогами колоть ее. Бодать, да? Бодать. И мама добежала до колодца. И в колодец свалилась. За колодец, в колодец держалась. За эти палки. Я увидела. Ой. Я взяла палку длинную. Отогнала эту корову. Била ее этой палкой. Палку туда встунула маме. Мамочка, не падай только. Не падай. Она зацепилась там за что-то. Деревянный колодец. И вот эти бревна. Она как-то зацепилась. И еле вытащила ее с этого колодца. Представляешь, Паша? Как было жалко. Как мы ревели. Вот. Ну ничего. Отходили. И маму. Мама, когда выздоровела, Директор школы, Иван Никонорович, Говорит, Тамара, Друг о друге все знали. И он приходил, узнавал, как мы живем, как чего. И говорит, приходи ко мне бухгалтером работать. На счетах научись. Я ходила к колхозному бухгалтеру. Он мне на счетах научил читать. На счетах. И я пошла в школу. Работала бухгалтером. Составляла там ведомости на зарплату. Бюджет составляла. И работала в школе бухгалтером. В банке ездила в Гусев. Выделили мне велосипед. Представляешь, Когда в зарплату учителям я на этом велике ездила 12 километров в Гусев. Получу эти денежки, на багажнике привяжу. И на этом велосипеде еду в школу. Раздавать деньги. Раздам зарплату учителям. И мне что-то достанется. И так вот и жила. Так ездила взад-вперед. А когда мне исполнилось 17 лет, Познакомилась с дедом. Мы из дому ходили на хутор за водой. И я всегда ходила с ведрами туда за водой. На коромысле носила. Коромысел. Два ведра. И домой носила воду. А он ушел с Михайловки. Он пришел с армии. Служил в Китае. Одетый, красиво одетый. Китайская одетая. Эти бастоновые брюки. Такие все хорошие. И как-то мы встретились на дороге. А потом он стал приходить в клуб. И мы там с ним познакомились. И я год с ним дружила. Год. До 18 лет. Капризная была. Вот бывало, придет на свидание. Мы потанцуем там. Он меня до дома доведет. И все, иди домой. Провожала его. И он шлепал до Михайловки. А там тоже километров 9, если по полю идти. Вот так мы с ним дружили целый год. А потом у него уже сил не хватило. И он в Зеленоградске приходил ко мне на свидание. В Зеленоградске был. В Зеленоградске работал. Ему там дали комнату. И он говорит, вот свадьба будет, поедешь в Зеленоградск. А родители говорят, никуда ты не поедешь. Иди в колхоз и работай. И он Зеленоградск бросил. И стал, дали ему машину грузовую. И он работал в колхозе. Зерно привозил, все такое. Работал. И на Новый год, уже начало 19-го, у нас была свадьба. Свадьба была. Начало 19-го, это что ты имеешь в виду? Мне в октябре 18-го. Тебе 19-й год пошел. И свадьба была 3 дня. Самогонку пили. Закуска была. Каша перловая. Хлеб нарезанный. Вот такая закуска была. Огурцы там какие-то были. Ну, так вот и сыграли свадьбу 3 дня. Пили самогонку, пьяные были все. И так он меня забрал в Михайловке пожить со свекровью. А в свекрови было 2 дочери, еще 2 сына, кроме Сергея. И так и жили. Было рано утром. Хочется спать. Она говорит, Тамара, вставай, хлеб надо месить. Встаю 4 часа, месю хлеб и тесто, чтобы вы в печку посадите. Ну, ладно, иди тогда у скотины почище. Иду к скотине. Подою там принесу. Спать хочется, не дает спать. А дочки спят. Нажарят картошки. Завтракать утром картошку жареную. Я ее никогда не ела. Никогда. Сало у них было. Ела только шкурки от сала. А сало со мной не ела. Дед нарежет этих мне шкурок и подсунет. Ешь, ешь. Вот так вот и жила. А потом мне надоело там жить. Пойдем на танцы оттуда. К маме зайдем. К маме зайдем. У маме пирожки сделаны. С чего-нибудь на ля поесть. Чистенько все хорошо. Селеги, давай я ссанемся у мамы. Ну, давай. Матрасы у мамы были. Сеном загрузят матрасы, подушки на кровати. Мягко так на сене на этом. Спали на кровати. И так мы потом перешли к маме. У мамы стали жить. Вот такие пирожки. Вот я прошу, подписывайтесь на канал Рыболовокопатель. Очень хороший канал. Честный, добросовестный. Подписывайтесь, пожалуйста. Ну что, ребята, на этом заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо всем, кто посмотрел. Надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши комментарии. Бабушке я обязательно все передам. В прошлом видео было много комментариев. С приветами. С пожеланиями. Все до нее было доведено. За что она всем передает огромное спасибо. И большой привет. Ну, а мы заканчиваем, ребят. Все, пока. Друзья, всех приветствую на канале Рыболовокопатель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...